Всем привет! У нас сегодня 27 марта. Холодина сегодня. Вчера такой был тёплый день. Уже можно было в футболке ходить. А сегодня холодно, ветер. Каждый день погода меняется. Вот здесь Виктор приготовил для рассады, для огуречков, маленькие горшочки. Никита будет нам сажать семена, наверное, сегодня или завтра. Рассаду сделаем. За месяц или полтора должна вырасти рассада, потом будем сажать горшочки. Так, тут у нас уже готово место для огурцов. Горшки уже с землёй. Привет, рекомендура. Из плитки тоже решили выложить. А то оттуда песок. Он весь сыпется сюда на асфальт. А где Никита там? Никита качается? Да, залез. На, молодец, давай. Давай, давай, ручки тренируй свои. Так, подымаем. А ноги? Ноги как получается? А, там очень тяжело, там столько груза стоит нужно, чтобы тебе полегче сделал. Не хочешь ноги? Не хочешь ноги? Так вот, плитки. Обустраивать двор. Чего вы там, копаете? Никита, Никита, не лезь туда, там себе пальчики прищимешь. Сам не трогай. Когда мы уже тепла дождёмся. Каждый день разная погода. То тепло, то холодно, то тепло, то холодно. Вот, Никита пока держит там. Покажу, что у нас сегодня 27 марта. Каладина. Ой, 28. Или 27? Я не помню. После вчерашнего солнечного дня. Вот уже Витя тут выложил плитку. Снимем. Чуть-чуть. Там ещё под лестницей надо порядок навести. Так вот, это генератор, который работает, отвечает за тепло и за кондиционер летом. Никитка нам хочет рассказать про газонокосилку, да? Здесь у нас тайная комната, где стоит газонокосилка. Так, ну-ка надо её поближе. Вот так пускай стоит она. В прошлом году уже траву косили, в этом году ещё ни разу. Ну, вот уже Виктор собрался, там говорит, надо масло поменять. И уже так трава чуть-чуть подросла. Ну, она ещё суховатая такая трава, но уже можно подстричь, чтобы уже свеженькая росла. Я хочу рассказать, как её можно завести. Куда завести? Ну, чтобы она работала, тянут вот такой рычажок, чтобы газонокосилка завелась. Ага. И потом вот за эту красненькую, да, держишься за ручку. Нажимаешь, она... Ну, вот эта красненькая, я не знаю, зачем. Ты на неё нажимаешь, она работает. Потом вроде отпускаешь, она останавливается. Да. И потом в неё подосилка. Ещё хочу показать здесь. Ага. У моего папы есть здесь коптилка. Он в ней копчит рыбье мясо. Рыбье мясо, да. Рыбу мы тут коптили. Как-нибудь будем коптить, надо тоже процесс заснять копчение рыбы. Ну, всё рассказал? Я всё рассказал. Вот эта территория асфальтированная наша, вот эта соседская. Вот у них тут всё заросло. Трава вся высохла. Короче, бардак. Решила тоже навести порядок, потому что они не уберут, скорее всего. Это уже с прошлого года. И вот я вот эту уже половину расчистила. Так классно, так хорошо. Корни сейчас выдёргиваются легко. Поэтому можно вот... Прямо так свободно вытаскиваются из земли. Так что сейчас всё вот это уберу, повытягиваю и будет чистота. Вот это три. Да, да. Раз, два, три ряда вот эти. Для жёлтых. Так вот инчик примерно вот столько. Хорошо. Мне сказали делать половину ночь. Так. Никита помощник, да? Ну, Никита, рассказывай, что ты будешь сажать. Я буду сажать семена огурцов. Огурцов? Да. И сейчас мой папа делает дырочки. Окей. Куда сажать семена? Вот тут у меня на плече сидит кошка. Коша тоже помогает. Давай, кошка. Молодец. А что, в каждой по одну, что ли? Надо же по две или по одной? Да вот я не знаю. А дед, а дед, тебя сюда сажать? Ну да, теперь в это. Кошка. Гошка довольный. Тоже Никит радуется, что ты сажаешься. Гошка. Резамина. Крутятся в разные стороны. Угу, последняя рыбочка. Вот эти рыбочка, эти я отложил. Какой? Угу. У-у-у-у. У-у-у-у. Вот ты, смотришь. Вот это. Такой. Какой, мой ряд. Вот этот? Да, вот этот. У-у-у-у-у-у. ножка все последний ряд все посадили все их надо закапывать или нет закапывай на меня глядишь и по трамбу это старается а ты хоть огурцы будешь кушать когда они вырастут у нас началась ностальгия по сан диего так же мы решили приехать в краска и взять покушать то что мы ели в сан диего сан диегорские хот-доги сан диегорские мороженые что мы ели через день пристрастились какие-то нашел щетки до свои которые эти щетки они уже подорожали были 50 долларов сейчас 79 99 а что это не так подняли цену две щетки таких классных а еще не где-то было это такой как ополаскиватель для рта сейчас если найду а а это опять щетки это другие до щетки вот тоже какие масса 149 чувствительных губов чистка разные функции покруче куча щеток он это менять щетки вот они разом сейчас а где хотела вот он water flosser сейчас что тут уже тоже целая система чистить зубы чистку делать с помощью воды тоже всякие насадки туда воду наливаешь тут интересно прикурная система 79 долларов это тоже в касках демонстрация моющего пылесоса чистящего робота пылесоса робот пылесос да классный что когда это вау короче рассказывает следующее что когда вот эта штука вот эта зеленая пипка на нем наверху это навигатор и он изучает комнату когда ты его первый раз включаешь он изучает комнату длину ширину твоей комнаты и составляет карту когда ты его с этой сон с той базы спускаешь он едет он изучает короче форму твоей комнаты длина ширина если она квадратная там или прямоугольная все это записывает свою эту и потом чисто моет комнату знает куда ехать короче по этой комнате у него уже составленная карта потом да и потом когда он доезжает до порога порога тоже вводится в эту память и он знает что тогда нужно уже ехать в следующей комнате и потом он должен понять какая следующая комната пара параметрам чтобы ее чистить вот эти кустики нашли в каско как азалия вроде азалия да короче цветет во всю весну все лето всю осень я так поняла такой горшочек возьмем перед домом посадим и елки здесь тоже классные прям в магазине продаются елочки так елка 34 доллара Никита нравится елки тебе? елки я не знаю не знаешь? но вот эти не нравятся? вот эти поменьше вот эти уже такие большие пушистые так а это 64 доллара стоит побольше целый лес в магазине да? вот блюбери в горшках растет блюбери это голубика так 15 16 долларов такой горшочек кустик можно дома посадить вот мои любимые орхидеи 17 17 99 18 долларов вот разные расцветки внизу тоже красивые а вот тоже какие-то кустики клематис клематис а это как изгородь вот так посадить он будет виться и цветет тоже такими розовенькими цветочками красивые такие продаются как зонтик палатка классные так на пляж можно так 39 долларов стоит ну 40 долларов такой большой как раз так поставил одеялко положил можно на пляже или где-то отдыхать вот что барбекюшницы всякие вот эти стульчики что почем этот стул он как рюкзак его одеваешь по спину у тебя тоже сандиежной футболки сандиего не забудет он тоже зонтик он нашел ого какие эти толстый резиновый сосиски вообще вот какая классная это это что такое лодка ну это такой лежак лежак ну там лежаки можно десятером ну сто долларов да стоит сто долларов вроде цена что там три цены ну что тут подушки там внутри сетка там можно сидеть лежать и тут а вот нет еще а вот он как выглядит классно целая семья сейчас тоже такие какие то новые матрасы появились из даже не знаю что это такое ну вот как вот эти трубы материал вот они такие как поролон внутри но сверху чем то покрыто такое покрытие интересное такие же матрасы не надо их надувать вот такие тоже интересный круг вот тоже для детей мы никитки хотели но он уже маленький для никиты надувается надувной на моторчике всего 35 долларов стоит и по воде можно было кататься ну вот поменьше где-то наверное до десяти лет до девяти детям тоже когда лодка не лодка ой вообще 479 стоит это что такое что такое что такое в первом я это не я что такое что такое я